Вот, я сейчас нахожусь. Хочу включить вторую камеру, потому что первой камерой, увы, кончилась память. Я ничего сделать не могу. Сейчас идет проверка документов. Продолжение следует. 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 Да, ну они разбежались. Они по кустам. Их, наверное, раз в 10 литере меньше. То есть, сказали уйти. Я не знаю, сказали. Ну мне кажется так. Ну нахожусь. Потому что приехали люди проверять сейчас документы. да как бы и увы вот там и того как у человека не оказалось документов вот живой пример нет ну как говорите вчера приехала полиция не посмотрела что у них просроченное разрешение да у него порубочный билет подождите у них есть порученный билет на разрешение на работу документы показал хотя хотя мог бы и не показать как это мы по закону мы можем проверить у вас документы по закону мы можем проверить документы как ну так как и как как называется как комиссия да какая-то а как народная комиссия по закону почитайте да кстати информационный щит доставится за 10 дней до начала работ не надо сваливать есть есть доказательства что люди срывали кстати вот это уже клевета называется это уже клевета ну это клевета кто видел вы со мной нормально разговаривать сейчас мы разговаривать давайте так вот есть представители власти давайте вот так ну давайте решать давайте так и общаться теперь просьбой власти значит давайте тогда не переживайте меня здравствуйте а не перебивайте меня давайте тогда я так и объясню просто господину полицейского разочи а зачем я здесь здесь где-то где-то ограждение зачем вы кидались по тракторам кто кидался по тракторам у меня есть свидетельство я не кидался по трактор я шел по дорожке подошел и мне мешает машина но у них не порядке документы и фрукционного счета нету он ставится за 10 дней до работы а это человек который уничтожает по моему предположению моих детей я работаю на департамент строительства города москва вы работаете не просто так я вышел я закончил два университета в излечу московск так если вы закончили университет вы бы знали бы что вы делаете в эту самую беду вот именно только каких получить образование ну конечно точно вам говорю ну главное уничтожить а потом уже будем решать правы не правы и построить платную трассу который будет стоить 350 рублей за проект ну да спасая свою жизнь мы занимаемся ерундой дублёра не будет потому что уже пошло больно высоко по этому дублёру мало того что на иван франко без всяких всяких документов вырубили деревья только сейчас получили эти документы и оказалось на 770 деревьев меньше должны были вырубить чем на самом деле есть они вырубили 2875 а дали разрешение на 2000 на иван франко ну значит 807 деревьев украли старту да читали 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 здесь уже посчитали где фон там а вот эти деревья это тоже посчитали здесь осталось как там я был был мы начали это а яблонь здесь нету по этой карте какие яблонь как это вот они у вас отмечены яблони да яблони я туда еще не захожу там инженерные сети я вам уже это десятый раз объясняю я говорю вот у меня идет стык сюда мне дорога надо 6 полос он мне заявку не у меня здесь ни одной яблони нет а там у меня по документам 69 деревьев яблони 35 вот это говорю уже вам десять раз у них есть документ уничтожить вас вот и все экологически убить смотрите документы я все взял да да работа останавливается да специалисты документы ну как у вас у вас просроченная дара рабочие добиза департамент 9 утра был ну департамент все отфотографировал всю полностью линию весь этот 13 участок подарить у вас создалась конфликт ситуация департамент подождите у вас создалась комплектной ситуации я еще раз говорю а нас мы тоже будем стоять и проходить мимо у нас детей сплошной проход будет у нас комплектный план зачем это надо ну тогда а кто-то будет крайне семья задает трактор кто будет крайней вот именно будет водитель который меня задавит а вы будете виноваты косвенно в этом не было же зебры не было а какой зебры здесь обычный проход я имею право проходить а я здесь тоже хожу здесь нет никакого ограждения да общут не может быть кади свободная зона прохода наружение техниках безопасности нарушения сплошное мы зафиксировали что у вас не один работник без каски все без каски да многие без масок кстати на то что пошло ну работники обязаны хоть носить некий не обязан оттуда и дело читайте закон на улице на улице да но при большом скоплении народа обязаны носить маски давайте я предпосмотрим почитаем это все рожкова за это же судили кто стоял без маски ну что я закон знаю да я надеюсь я вас очень прошу вы поймите это родина это это сейчас не про этом разговор он чего может сделать он тоже под подневольный человек но это работа остановили а он говорит что нет он говорит будет он он не хочет слушать законного требования полиции и продолжать будет работу я буду вот видите значит он нарушает уже почему его не арестуйте по 19-3 вот почему него не остановите по 19-3 потому что он сейчас нарушает закон закон на требования полиции он игнорирует вот 19-3 часу он четко идет эта статья до 15 суток до 15 суток я вам еще раз говорю вот пошел договор ну а почему он нам показал бумагу что вам не разрешили продолжение работ вот она показал мы сфотографируем где ясно понятно он обращается а ему дают отказ ну ну это по его словам приезжал дипиоса на самом деле он приезжал вот смотрите уговаривает час господина полицейского тогда ведь все рвать он телефон если оставлю это вопрос будет не подождите а вы начать о чем договорить так они то есть они бы работают продолжать как он сказал что он будет работать понятно мы посчитали все деревья если что мы можем доказать если они за эту ночь вообще без земля парк парковая и кстати время сколько у них разрешение ночную работу нету вчера они кстати ночью работали кстати этого завтра к вам приедет приедет депутат и напишет еще заявление о вчерашней ночной работе при парковой зоне вообще нет район этого район этого той территории дали самая неблагодарная должность от участковой потому что ты везде должен ходить ты везде во всем виноват да как бы там ты везде должен за все отвечать да как бы я имду о душевном разговоре да как бы так ну вот вопрос то о том что вот сейчас мне это ну так еще не все вы зря так говорите а не вижу они думают работали нет у нас нету четкого подтверждения что я работа не буду читайте у нас все записано да у нас продление разрешение на строительство пожалуйста почитайте посмотрите конечно нет там не все там фотографируемые документы я не знаю я не была рядом когда с вами когда вы фотографируете читайте внизу может там где-то не разрешено 1 до 30 05 21 сейчас даже прочитает с этим кодексом не предусмотрено повторное продление вот строительство да восстанавливает внизу по этой собственно федерации от на 3 0 4 20 что за фигня что происходит по-другому? 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 по-другому не понятно приостановите пожалуйста тогда до выяснения всех причин да вот сейчас заехал контейнер да этот самый воз просто конечно ну 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 вот 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 там валяется целая куча по горюче-смазочных материалов вот эти вот самые вон не они а че и там же еще вот эта долбилкой тоже не ваша рядом ну а как а чья тогда ничья находка оформить как находку пожалуйста как я помню есть конституция такая статья на ход прекращение пока работ до решения вот реальных вопросов вот еще у вас крайне случае вы можете просто свалить на то что пришли активисты и вызвали все на нас цел кучу полиции и нам не дали работать стояли перед перед этим сам машинами ну лишь принципиально маниакально хотите все вырубить у вас же есть основание остановить работы что нам не дают жители вот и все понимаете и чистым человеческий вы можете на это пойти да как бы что вот нам не дают жители что нам делать у нас полиция пока прекратила работу но здесь то получается обратный вариант вытром но вот тут и минут всех этих лорда что же у меня вызвали давайте я не спорю вот я отвернусь чтоб не слышать даже если человек сказал что он не доходят это самосед это старые деревья внутри дни москва москва если не будет вот такие вот тысячи десятого года опустилась на девятое место по зеленению это сколько надо было вырубить деревьев а вот что у них остается кроме вот этих вот этих экранов они уже не знают как растет дерево как оно выйдет но пока ведется 025 384 025 384 так это я сам ну а зачем тебе надо знать кто меня оформляет заявитель это не оформление да да давайте аяту да да карточки уже другой будет ну вот именно это у нас уже местные депутаты до ильин сергей борисович т.к. У жиров никто не остался, какие мужевые ископаемые. Все я. Нет, это шокус, это и тоже. Звучит лица. Звучит лица. Подписывайтесь. Звучит лица. Звучит лица. Извините. Уже в этом же все. Уже в этом же все. Вот со мной. так что можете смело звонить и даже по своим личным вопросам что я еще блогер я могу вам помочь если так я просто надеюсь на вас да как мы надеемся на вас но мы приосновили работу приостановили работу они вот не хотят считать что то в гостере приостановили работу а здесь очень много было дестарбайтеров которые просто убежали давайте так делаем так вот 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 истинный подход полиция когда приедет придет а все документы хорошие а такая спрашиваешь а какие документы он а я не знаю но нехорошие но не нормальные потому что ему объяснили другие люди что это нормально да но заинтересованные лица вот они заинтересованы не объяснили вот поэтому вот вот этот подход самый правильный который я услышал кто приедет специалист они разберутся как-то виноват мы здесь хорошо так спустились ну короче я заканчиваю здесь проверка документов пока все нормально вы спасибо до свидания а вот я это в в в в